МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ситуация на Донбассе остается сложной, но контролируемой, сообщают в штабе проведения операции объединенных сил. Активные боевые действия продолжаются на всех направлениях. Боевики за минувшие сутки 50 раз обстреливали позиции украинских военных, из них 19 раз из тяжелого вооружения. Под огонь противника попадает и мирное население, в частности в районе Донецкой фильтровальной станции. Там побывала наш военкор Ирина Баглай. У меня за спиной дорога, ведущая на Донецкую фильтровальную станцию. Вот такую абсолютную тишину обеспечивает присутствие миссии ОБСЕ, которая сопровождает сотрудников на предприятия. В 4 часа каждый день они покидают свои рабочие места. И вот с этого момента этот участок становится красной зоной. Начали ОБСЕшники работать и заводить рабочих на ДФС. А после 7 вечера, когда уже рабочих нету, то начинаются обстрелы. Один из последних военные зафиксировали еще засветло. Над местом, где выезжают гражданские машины, разорвалась граната. С РПГ стреляли, где заезд на ДФС, разрыв был, видно. И низко. Ну метров, может, 10-15 воздух. На дороге никого не было и гражданские не пострадали. Гранатометы, выстрелы из подствольных гранатометов. Чаще всего такой огонь ведут боевики из зарослей в районе Донецкой фильтровальной станции. Подствольный гранатомет, там взагалі его дія такая, что там дуже багато маленьких осколків. Ну просто дуже, дуже серьезно може поранити. Ну в залежності від відстані, якщо є радіус сплошного пораження, тобто якщо попаде от такого підствольного гранатомета в радіусі 12 метрів, ну шансів вижити буде дуже мало. Донецкая фильтровальная станція ДФС обеспечивает водою не только подконтрольной Україні Авдеевку, но и естинноватую, счастью, Донецка. Станцію пророссийские наемники не гнушаются использовать в качестве щита. Окрім того, що там працюють мирні жителі, там велика-велика кількість хімічних речовин, зокрема хлору. Тобто катастрофа екологична, доведеться евакуювати дуже велику кількість населення. Позиції бойовиков прямо за станцією. Почти каждую ночь українські воєнні наблюдають, як пули со сторони противника летять в сторону ДФС. Через ДФС работает пулеметчик. В принципі, вони можуть попасть по рабочим, которые... Ну звісно. Та вони беруть спеціально, обстрілюють ее самі. Ось ти стоїш на посту, видно, з їхні позиції трассера летять по трубі. Помімо площадки для провокации, ДФС для боєвіков також удобний спосіб укрыти тяжелую техніку. Техніка гудить легковухі, ночі танк гудить. Взле ДФС? Да, катаються. Там же за ДФС-кою з дороги, вона є сінувата. Тож і там танчик гудить. Основной удар із тяжелих орудій боєвіков на себе принимає Авдейська промзона. Там стрельба продолжається круглые сутки. Ірина Баглай, Даніль Косаковський, Ігор Щепець, з Донецької області. Подробності, телеканал Інтер. Ситуату на Донбассі оценив спецпредставітель США по вопросам України Курт Волкер. Визит запланирован на следующую неделю. Об этом чиновник сообщил в Твиттере. По словам Волкера, главная цель поездки – оценить ситуацию с обстрелами боєвиками мирного населения, а також выяснить, переживає ли регіон гуманитарний кризис. Це буде не перший визит представителя Соединенных Штатов на Донбасс. Летом прошлого года Волкер уже посещал зону конфликта. 125 млн долларов на восстановление Донбасса выделит агентство США по международному развитию. Об этом сообщается на странице бюро в Фейсбуке. Деньги направят в регионы, которые, цитирую, больше всех пострадали от российской агрессии. Также часть средств выделят на развитие экономики и украинских общин в регионе. Более детальная информация о программе финансирования должна появиться в ближайшее время. Освобожденные с плена украинцы получат по 100 тысяч гривен. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий. Согласно постановлению Кабмина, бывшие пленные должны обратиться в течение шести месяцев со дня освобождения в администрацию по месту прописки или фактического проживания. Это госадминистрация в Киеве и исполнительные органы местных советов. Из документов нужен только паспорт и идентификационный код. Доказательства участия российских военных в обстреле Мариуполя 24 января 2015 года уже передали в Международный суд ООН. Об этом во время рабочей поездки в Черкассы заявил глава СБУ Василий Грицак. Кроме этого он сообщил детали расследования дела против нардепа Надежды Савченко и Владимира Рубана. Сейчас СБУ пытается установить имена и звания военных РФ, которые передавали Савченко оружие для проведения терактов в столице. В скором времени доказательства будут обнародованы, пообещал Грицак. На данный момент СБУ проверяет данные про причетность військовослужбовцев, громадян России и СБУ РФ до передачи оружия безусловно Надежды Савченко и Владимиру Рубана. Думаю, вам будет интересно, что мы сами были удивлены, когда получили информацию о том, что Владимира Рубана заявили до обмена Донецкая сторона. Включили в список тих, кому они зацикавлены в обмене. В международных играх «Непокоренных» второй год подряд будут участвовать украинцы. Сегодня стартовал финальный отбор участников в национальную сборную. 15 украинских военных будут бороться за медали в Австралии, где и состоится финальное соревнование. Подробности знает Юлия Жешко. Бывшие и действующие военные, представители силовых структур, журналисты и волонтеры все собрались здесь, на столичном стадионе «Пионер», чтобы определить 15 человек, которые представят Украину на соревнованиях. Герои никогда не перестанут быть героями. Такими словами открыли отбор финалистов «Инвиктус Геймс». Каждый из участников умеет шанс попасть в национальную сборную Украины и привезти медаль из Австралии. Ветераны объясняют, каждый участник выбирает вид спорта, который должен соответствовать его способностям. При этом важно учитывать характер травм. А они есть у всех участников соревнований. Стрельба с лука. Я в срочную службу служил здесь, в городе Герои Киеве, во внутренних войсках, на должности снайпера, стрелка. И как, ну, хорошо всегда стрелял, и решил попробовал, как-то у меня получилось. Здесь около 200 бывших военных, не считая зрителей. Ветераны соревнуются в стрельбе из лука, пауэрлифтинге, гребле, легкой атлетике и волейболе. Остальные участники, выбравшие плавание и велоспорт, состязаются на других площадках. Все признают, в этом году попасть в сборную гораздо сложнее. Конкуренция большая. По сравнению с прошлым годом две присяги принимал на верность Украины и украинскому народу. Но теперь по спорту в 16-м году демобилизовался в мае. И вот сейчас думаю, ну, поднять наш прапор в Сиднее. Напомню, на соревнования Invictus Game Украина отправится второй раз. Только в нашей стране участников набирают из всех силовых структур. Для военных это возможность и выявить сильнейшего, и просто пообщаться со служивцами. Ребята сами по себе, и не было бы с кем им посоветоваться, потому что информации много. А многие военные, ребята, которые уже, они не знают, как, куда и что, к кому обратиться. На самом деле главная задача соревнований совсем не медали, говорят организаторы. В первую очередь Invictus Games призваны помочь бойцам вернуться к полноценной жизни. Но для военных спортивная составляющая все же не на последнем месте. Многие из них мечтают побывать на австралийском континенте и завоевать для страны золотую медаль. Имена счастливчиков, которые прошли отбор в национальную сборную, назвал президент. Петр Порошенко прибыл на награждение. Вы все уже победили. Это я всегда утверждаю. Вы победили тем, что вы сейчас здесь, на этом стадионе. Вы победили тем, что вы не удовлетворены. На тех, кто прилетит к Сиднею, лежит огромная ответственность. Вы победили, чтобы поддержать украинскую планку на играх, нескоренных на Invictus Games в Сиднею. Вы победили, это мое президентское прохание, победить результат, принаймні не гирший, чем в Канаде. Хочу наголосить еще одну важливую невину. Я без никаких колебаний поддерживал инициативу, чтобы необходимости создать качественные условия спортивной реабилитации воинов АТО. Игры непокоренных состоятся этой осенью в австралийском Сиднее. В соревнованиях примут участие 18 стран. Юлия Жешко, Вадим Сверидонов. Подробности. Телеканал Интер. Список бесплатных лекарств в Украине, в том числе препаратов для онкобольных, нужно расширить. Об этом заявил лидер радикальной партии во время своего визита в Черниговскую область. По словам политика, государство обеспечило онкобольных лекарствами только на 6%. При этом количество случаев выявления раковых заболеваний в стране увеличивается. По словам Олега Ляшка, в Украине также не хватает вакцин для детей. Сьогодні в бюджеті миллиард гривен на бесплатные лекарства. И тысячи людей рятуют життя. Но какие лекарства дают, або на тебе не боже, что мне не гоже, або, например, от цукрового диабета есть бесплатные лекарства, а от нецукрового диабета нет бесплатных лекарств. Хотя хвороба та самая. Поэтому мы предлагаем расширить перелик лекарств, которые даются бесплатно, в частности, на онкологию. Наша команда разом с вами вымагает отставки Супрун с посады керівника Министерства охороны здоровья. Николи такого не було, як сьогодні. Жестоко избитый под Варшавой украинец находится в критическом состоянии. Об этом сообщают польские СМИ. Вчера состояние мужчины резко ухудшилось. По словам медиков, образовался тромб после кровоизлияния в мозг. Впрочем, в консульском отделе посольства Украины в Варшаве уверяют, что угрозы его жизни уже нет. Мужчину прооперировали, он пришел в сознание. Напомню, украинца избили спортивными битами. 52-летний житель Тернополя получил повреждение головы. В Польше он работал садовником в одной из частных фирм. Полиция открыла уголовное производство. В Одессе на взятки погорел следователь полиции. Сотрудник отдела, который занимается расследованием преступлений в сфере транспорта, вымогал у местного жителя 5000 долларов. По данным военной прокуратуры, тот привлекался к уголовной ответственности за ДТП с двумя погибшими. За денежное вознаграждение следователь обещал закрыть дело. Теперь же фигурантом расследования стал он сам. Правоохранителю грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. В Закарпатье провели крупную спецоперацию. Искали тех, кто незаконно валит лес в Тячевском районе. Обыски провели в Брустурианском лесничестве. Задержали одного из сотрудников, который получил за нелегальную вырубку взятку более 60 тысяч гривен. На территории лесничества правоохранители нашли около 500 кубометров ели. Ее стоимость оценивают в 700 тысяч гривен. Деревья вырубили незаконно, без учета и разрешительных документов. Недавно наши корреспонденты побывали в этой местности, снимали территорию лесничества. Вот так в Тячевском районе выглядят горы. Десятки лысых участков, где проводились вырубки. В Днепропетровской области за неделю произошло два масштабных пожара на мусорных полигонах. Спасатели уже несколько дней не могут ликвидировать возгорание на свалке возле Днепра. Огнем охвачены полторы тысячи квадратных метров. Местные жители требуют закрыть свалки, а спасатели сетуют на нарушение правил пожарной безопасности на полигоне. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Пластик, стекло, бумага, строительный и бытовой мусор горят уже не один день. Столбы дыма поднимаются на десятки метров. Ветром его относят в сторону Новомосковска и Подгородного. Жители близлежащих домов задыхаются. От полигона до ближайшего строения рукой подать. 324 метра до меня. И вот это я живу так. Вот это 18 лет. Мы воюем и ничего не можем никак добиться. И мы вот это нюхаем, дышим. Ветер поворачивается, нам нечем дышать просто. У нас детей. Улицы просто полно детей. Тровят нас и все. К горящему мусору одна за другой едут машины спасателей. Уже вылили несколько десятков тонн воды. Однако справиться с пожаром не удается. Мусор продолжает тлеть. Прогары в мусоре, они могут достигать 20-30 метров. То есть мусор изнутри может тлеть и выделяется газ. Местные жители рассказывают, каждое лето, как только начинается жара, свалка горит. Экологическая не просто проблема, а катастрофа. После которой, ну не знаю, какие будут последствия. Просто сейчас люди, которые живут в близлежащих населенного пункта, то есть Кулебовка, каждый второй начинает заболевать раковым заболеванием. В этот раз терпение людей лопнуло. Они не пропускают на полигон машины с отходами. Как оказалось, не у всех есть разрешительные документы. БТВ и отходы. 11 кубов. Как часто сюда ездите? Где-то 3-4 ход в день. Есть документы, только они у напарника. Я ночью поменялся, а документы не взял. Люди требуют, чтобы на полигон приехал руководитель. Вместо него отдувается охранник. Говорит, на предприятии делают все, что могут. Здесь нет, еще не пересыпался. А так пересыпается все. Ну, оно бестное, мы видим, там тлеет. Девушка, в средине температура до 200 градусов. Как вы думаете? Оно будет постоянно тлеет. Люди вызвали полицию, написали несколько заявлений о нарушении санитарных норм и противопожарной безопасности. Здесь руководство следствия, есть руководство райотдела. Они будут принимать решения. Я сейчас не готов ничего сказать. Нарушение правил противопожарной безопасности здесь сразу заметны, говорят спасатели. ЧП на полигоне почти каждый год. Из-за пренебрежения правилами безопасности произошел пожар и на мусорной свалке в Днепре. В результате чего огонь охватил более тысячи квадратных метров. На полигоне отсутствует видеонаблюдение, нет спецтехники, нормы складирования и хранения отходов нарушены. Но директор свалки уверен, мусор подожгли. Дескать, хотят отобрать у него бизнес. Впрочем, истинные причины возгорания на полигонах будут устанавливать правоохранители. Андрей Кровец, Елена Миндалюк, Евгений Каденцов. Подробности телеканал Интер, Днепропетровская область. На шахте Гвардейская произошла авария. Один горняк погиб. Несчастный случай на предприятии Криворожского железорудного комбината. По предварительной информации, в результате обрушения погиб один рабочий. Завал находится на большой глубине. На место пытаются добраться горно-спасательные бригады. В Криворожском отделе полиции сообщили, что погибший находится в 325 метрах от поверхности. В Ривно мужчина собрал настоящий арсенал оружия и боеприпасов. У 40-летнего местного жителя правоохранители изъяли сотни патронов, десятки ножей, снарядов и гранат, автоматы, винтовки и множество других видов оружия и взрывчатки. Все это незадачливый коллекционер хранил в квартире одной из многоэтажек. Боеприпасами был завален также и гараж. Как объяснил полицейский, оружие покупал для последующей перепродажи. Сейчас решаются вопросы об избрании для задержанного меры пресечения. За организацию такого склада ему грозит до 7 лет лишения свободы. А в Ривненской области, но уже в селе Абарова, отец едва не убил двухлетнего сына. Как выяснили правоохранители, вечером отец и дед малыша распивали спиртное. Ребенок играл рядом, между мужчинами завязалась ссора, которая переросла в драку. Ребенок расплакался, а после чего пьяный отец набросился на сына с ножом. Матери в этот момент не было дома. Полицейские нашли ее поздно ночью, также в нетрезвом состоянии в Ривне. За жизнь ребенка сейчас борются врачи областной больницы, мальчик в реанимации. Медики говорят, что большинство ранений у ребенка проникающие. На теле также множество порезов. Множечные ножевые поранения, переважно это грудная клетка и левая рука. Множечные поранения проникающие. Диана была ухудшена, плеоральная поражение. Была большая кровооттрата дитины. Диана продолжает лекарство. Сейчас находится в тяжелом состоянии. Это гроза для жизни еще есть. Факт с следственным отделом подразделом открытое криминальное проведение. Замок на убийство малоритной дитины. Кроме того, следственным отделом в данный момент вырешивается вопрос о выбране меры запобежного захода в виде держания под вартою. У нас в подразделе находился на облике их семейный насильник. СБУ передала архивные документы о Владимире Науменко, исследователе творчества Кобзаря в Каневском музее Шевченко. Как сообщили в спецслужбе, в запаснике отправилось уголовное дело в отношении Науменко, которое нашли сотрудники СБУ. Напомню, Владимир Науменко ученый, который внес значительный вклад в сохранение и популяризацию творчества Тараса Шевченко. В 1919-м его арестовали большевики и на следующий день расстреляли. Похранили Науменко в общей могиле вместе с другими жертвами режима. Вишневый сад вместо бетонной свалки. В Святошинском районе столицы активисты и местные жители посадили 30 молодых вишен. Все благодаря фонду нардепа Александра Третьякова. Деревья высадили по соседству с жилыми домами, чтобы люди могли за ними ухаживать. Мероприятие приурочили к юбилею создания стихотворения садок вишневой колохаты Тараса Шевченко. Организаторы уверяют, акция будет иметь продолжение. Уже этой осенью планируют высадить еще 20 деревьев. Вот садок вишневой Шевченко. Как раз с этим и ассоциируется. Поэтому здесь будет красивый вишневый сад. Каждую вишню высаживает отдельная семья. И вот это уже будет дело их гордости. Полить их два раза в неделю, чтобы через 3-4 года был огромный красивый сад. Скорость и ловкость в Ивано-Франковске состоялись соревнования по автомобильному слалому. В них приняли участие спортсмены из разных регионов страны. Кто в итоге оказался быстрее и удачливее остальных, расскажут наши корреспонденты. Площадь в центре Ивано-Франковска сегодня напоминает настоящий автодром. Запах жженой резины, скрежет колес и гул моторов были слышны с самого утра. Участники готовились к выступлению. Максим Евдокимов приехал из Киева. Говорит, автослаломом увлекается уже 5 лет. За это время дважды становился визачемпионом на этой машине. Модернизировал ее сам, сделав максимально быстрой и легкой. Очень важна подвеска, чтобы она была сбалансована. Нужно двигатель, чтобы он был моментный, быстро набирал обороты. И нужно, чтобы машина была легкой. Вы можете видеть, у меня только одно кресло, мое. В машине нет ничего зайвого. Среди желающих посоревноваться в скорости и маневренности – гонщики с опытом и любители. Для Романа это всего второе соревнование. Парень уверяет, его винтажные «Жигули» 78-го года выпуска достаточно мощные, чтобы победить. Конечно, нужно еще немного доработать, как по ходу, так и по культурности двигателя. Но, я думаю, и этого, что сейчас достаточно, чтобы при кращих умениях достигнуть большого результата. Победа зависит не только от автомобиля, но и от навыков водителя. Участникам нужно преодолеть достаточно сложный маршрут. И у них всего три попытки. Тут есть такие элементы, которые каждый, кто ездит за керном, использует по вселенной жизни. И развороты, и змейки, и разворот задом, так званный тещий дворик. Большое зависит от пилота. Очень нужно хорошо работать над собой и, в принципе, мыслить, скажем так, под час езды активно. Кому и так подобается эта дисциплина. Впрочем, для некоторых соревнования закончились, так и не начавшись. Машина не доехала до финиша. Вы все видите, вы все видите. А что случилось, то майстер может сказать. Оценивали участников в трех категориях. Переднеприводные автомобили, задним приводом и класс любителей. Самыми успешными сегодня оказались ребята из Львова и Киева. Любовь кукла, Жанан Дудчак, Зинови, Автонас. Подробностям телеканал Интер, Ивана Франковск. Через неделю состоится самая ожидаемая свадьба года. Британский приз Гарри поведет к алтарю свою возлюбленную, американскую актрису Меган Маркл. Как идет подготовка и как будет проходить торжество, расскажет наш британский корреспондент Светлана Чернецкая. Эта свадьба будет очень скромной по королевским понятиям, потому что в отличие от старшего брата, принц Гарри вряд ли когда-нибудь станет королем. Сейчас он шестой в списке наследников престола. Все торжества пройдут не в Лондоне, как это было во время бракосочетания Вильяма и Кей, а в Виндзоре здесь расположена загородная резиденция Ее Величества. В самом городке приготовления идут полным ходом. Прежде всего заботятся о безопасности. Уже расставили огромные бетонные блоки, которые должны уберечь людей, прибывших посмотреть на торжество от возможного наезда транспорта. Виндзор поражает праздничным убранством. Город также наводнили репортеры, операторы и фотографы. Очень большая честь, что свадьба будет проходить именно в нашем городе. Мы гордимся, что стали домом для королевской семьи более чем тысячу лет назад. Мы ежегодно принимаем 7,5 миллионов туристов, а в следующие выходные надеемся побить рекорд. Финансисты подсчитали, что королевская свадьба принесет в казну Великобритании около 260 миллионов долларов. Это и прибыль от отелей, заведений общественного питания, продажи билетов на самолеты и поезда. К тому же молниеносно распродается вся сувенирная продукция. Это и ручки, и кружки, и футболки. Но что касается непосредственно торжества, то программа дня уже известна. После венчания в часовне Святого Георгия пара прокатится в открытой карете по улочкам Виндзора, чтобы уважить туристов, которые приедут не только со всей Британии, но и всего мира. Потом молодожены отобедают в Виндзорском замке в обществе 600 гостей, а уже вечером состоится праздничный ужин. Его организовывает отец жениха и будущий король. У принца Чарльза соберутся только самые близкие, всего 200 человек. Что касается медового месяца, то Гарри и Меган отложили его на некоторое время и к исполнению королевских обязанностей вернутся уже через неделю после свадьбы. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала Интер. В Тбилиси митингуют. Люди требуют отставки премьера и главы МВД после полицейского рейда в ночных клубах. Акция протеста прошла перед бывшим зданием парламента. Собравшиеся утверждали, что во время силовой операции в двух ночных клубах посетителей били и унижали. Силовики искали в ночных заведениях наркотики. Один из задержанных наркодилеров был сотрудником охраны клуба. При обыске у него обнаружили наркотики для реализации, сообщает МВД Грузии. Напомню, в ночь на субботу полицейские также задержали несколько десятков участников спонтанно возникшей акции протеста. Но утром всех освободили. Как южнокорейцы борются с использованием смартфонов на дорогах? За что Ангелу Меркелю достойли премии? И когда вокруг Марса начнет летать вертолет? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Самая мощная модификация ракеты Falcon 9 стартовала с космического центра Кеннеди на острове Мерит. Она вывела на орбиту бангладешский спутник, чтобы обеспечить в стране связь, телесигнал и работу интернета. Эта модель ракеты лучше остальных приспособлена для многоразового использования. Ее первая ступень успешно приземлилась на баржу через 8 минут после старта. НАСА планирует отправить на Марс вертолет. Это будет первый случай использования летательного аппарата на другой планете. Ученые спроектировали машину специально для балетов в разряженной атмосфере, плотность которой на Красной планете в 100 раз меньше, чем на Земле. Винт этого вертолета вращается со скоростью в 10 раз быстрее, чем обычных. Размер новой разработки соответствует небольшому мячу и весит она около 2 килограммов. Аппарат должен исследовать территорию Марса, куда не могут добраться марсоходы. Миссия запланирована на 2020 год. Блокировать мобильные телефоны во время ходьбы придумала Южнокорейская комиссия по телекоммуникациям. Она внесла изменения в приложение, которое создано для предотвращения дорожных аварий. После пяти шагов смартфон пользователя блокируется. По данным Министерства внутренних дел Южной Кореи, количество ДТП во время использования мобильных возросло вдвое. Канцлер Германии Ангела Меркель получила премию Ордена францисканцев. Лампаду мира ей вручили в итальянском городе Ассизи за вклад в процесс примирения с целью мирного существования народов. Фрау Меркель заявила, что будет хранить награду на рабочем столе. Лампада мира принадлежит святому Франциску Асизскому. Лауреатами этой премии были президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, бывший президент СССР Михаил Горбачев и папа римский Франциск. Самая дорогая коллекция произведений искусства. Состояние американского миллиардера Дэвида Рокфеллера ушло с молотка за 830 миллионов долларов. Чтобы продать более полутора тысяч картин, скульптур, предметов античной мебели и фарфора, аукциону Кристис понадобилось несколько дней. Заявки поступали из США, Европы и Азии. Все вырученные от продаж деньги, согласно завещанию Рокфеллера, пойдут на благотворительность. Ювелирные украшения из частей тела кукол Барби. Уже 20 лет создает вот эта американка из Нью-Йорка. В коллекции Марго Ланш есть серебряные сережки со вставками из глаз Барби или браслеты, сделанные из ее рук. Главный материал – куклы. Ювелир покупает на барахолках и секонд-хендах. Стоимость таких украшений – от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности ей. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин